Такие данные сегодня озвучили в региональной прокуратуре. Там прошла встреча заместителя генерального прокурора России и губернатора Кубани. Это и руководство муниципальных образований, и судебные приставы, и эксперты, а также сотрудники органов Росреестра. В настоящее время в рамках этих уголовных дел 55 обвиняемых содержатся под стражей, 22 под домашним арестом. Могу сказать, что на данный момент работа продолжается, по всем делам ведется расследование, они находятся на контроле генеральной прокуратуры. На примитивном примере и дома эти строились, никто не контролировал, и почему-то не заглядывал, ни в сроки, которые были заявлены в соглашениях, в договорах, в обязательствах застройщик. Прошло время, и, конечно, намного дороже нам уже сегодня стало восстановить права обманутых дольщиков. Намного дороже. И сегодня, тем не менее, мы можем заявить, что 26 тысяч дольщиков в Краснодарском крае большая частью уже получили свои квартиры, и их права восстановлены. Региональной администрацией совместно с прокуратурой разработан краевой закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников долевого строительства. Теперь ускорен процесс достройки проблемных объектов. Изменения позволят принудительно изымать земельные участки с брошенными жилыми комплексами у недобросовестных застройщиков и передавать их тем, кто готов взяться за работу. Сегодня в присутствии губернатора и заместителя генпрокурора России были заключены соглашения между инвесторами и мэрами Краснодара и Новороссийска. Подписи скрепили намерение завершить строительство девяти домов.